Ред Кэт Приветствую вас на канале Ред Кэт Многие из вас спрашивают, что же случилось с турниром РУ РБ Баттлс Сейчас в этом видео вы увидите полуфинал этого турнира Ну а также я расскажу, что произошло дальше Приятного просмотра Вы смотрите новый эпизод полуфинала РУ РБ Баттлс И сегодня встречайте таких участников, как Тима Бум Подходите к нам в студию Здоров, здоров, здравствуйте Всем привет Здравствуйте, Тима Бум И второго участника полуфиналиста Ред Кэт Давайте похлопаем все Привет Здорово, здорово Тима, здорово Фаер Итак, давайте возьмем, как обычно, мини-интервью Сегодня у нас уже будет немножечко другое Тима Бум, начнем с вас Первый вопрос Я хочу поздравить вас с тем, что вы дошли до полуфинала И в комментариях многие подписчики спрашивают Как вы вообще смогли обыграть Тимоху? Когда вы сражались в четверть финале Все, большинство как бы участников в 3-4 раза Больше всего голосовало за вашего противника Потому что они знали, что Тимоху как бы был спецом в этих паркурах Вы просто как-то по фану просто как-то играли Или у вас серьезный был скин, скиллы в Tower of Hell? Нет, я просто я уверен, что голосовали за нас Получается голосовали больше за Тимоху, но болели Болели за всех двоих Но потому что люди думают, что Тимоха лучше играл в паркуре Они проголосовали больше Хотя они голосовали, допустим, за меня Болели Но проголосовали за другого человека, чтобы просто получить робоксы Вот это так было, я уверен Ну, как видите, люди ошиблись Я умею прокурить Нет, я даже не сильно напрягал В принципе А, ну я ошиблся Это скилл Это хорошо, это хорошо Что ж, следующий вопрос к вам, RedCat Хочу спросить о том, какие у вас ощущения, что вы находитесь в полуфинале Потому что многие зрители очень сильно прям за вас голосуют То есть прям большинство проекта просто голосуют за вас Надеются, что вы дойдете до финала И что вы думаете насчет этого? Чувствуете ли вы какое-то напряжение перед своими подписчиками? И как вы думаете, дойдете ли вы вообще, собственно говоря, до финала? И что вы будете делать в ситуации, если, например, вам нужно будет участвовать в мини-игре? Ну, во-первых, да, действительно чувствуется какое-то напряжение Именно из-за того, что вроде как пришел по фану поиграть И вообще посмотреть, как это будет происходить Но есть какое-то напряжение со стороны подписчиков Которые за тебя голосовали Какую-то уже ответственность на твои плечи положили И теперь действительно мне уже, скажем так, довольно-таки страшно в каждый раунд Потому что понимаешь, что за тебя голосовали И ты должен не подвести своих подписчиков Поэтому я, конечно, буду стараться Но, опять же-таки, хочу, чтобы это было еще и по фану Чтоб мы с Тимой классно сегодня поиграли, пофанились И, несмотря на результат, пусть проходят достойно Ну, а я с удовольствием бы и сыграл в мини-игру Почему бы и нет? Еще одно дополнительное видео для моих подписчиков Хорошо, спасибо большое за мини-интервью На этом мы заканчиваем наше введение Давайте тогда скорее переходить к самой игре Условия батла очень простые Победить тот, кто наберет больше фрагов Все, как раз на отсюда Мы начинаем биться Итак, стрёмненько мне Не знаю, как тебе Твою мое, это же непонятно Как-то никого нету Пустая карта Заснеженная О-о-о, погнали А че ты так выпрыгнул неожиданно? Откуда ты взялся? У тебя что, подлагивает? Тебя не было, а потом хоп, ты нарисовался Да, есть такое, я вижу Может быть Ты читер, я понял, да? А че, нельзя было? А так нельзя было? Я думал, читами можно было Ааа, бежать Еще кто-то мне говорит про реакцию Фух, бежать Это ты косой просто реакцию, а так себе А, ну, в принципе, да Неудивительно Ну, по крайней мере, пока что Ну, блин, стреляй нормально, калай Я боюсь высовываться Я не попал Отойди оттуда Я боюсь, я боюсь Я не трусная боюсь Почему я? Ладно Я понял, у нас будет по 2 кила, да? Да, где-то так, я думаю, не больше Все решит 1 кило Кто первый дойдет до радара, интересно Это шиты вообще там влюты Да, там влюта будет Так, стопать obecу твои снайпы Блин, я без снайпы сейчас Но я не могу взять другую, потому что Ты меня ещё не убивал. Давай просто ты умрёшь, да? Это по-честненько лучше было всяко. Давай, хорошо. Всё, бери. Будем считать, что ты мне уговорил. Эй, это я типа... Не считается этот враг. Да-да. Смена оружия была. Конечно. Конечно. У тебя калаш? Да. Надо взять потом дробаш. О, поехали. Мы едем, едем, едем. Стрис-трис-трис-трис, контролируй. Где ты? Ты будешь или нет? Я боюсь пошевелиться. Ты с двух сторон меня там контролишь. Я думаю, может, не надо вылазить. Ой, ты ёму. Понимаю. Так я беру и... Нет, пока не возьму. Довольно-таки неожиданный был килл. Я прям не понимаю. Почему у меня... Ах, это лучинка всё. Неожиданно вылез, да? Или я? Смотри, я показываю, где я. Почему? Чёрт. Как ты попал? Так, есть попадание, Тима Бум. Так, хорошо. Я тут этот... Как дела? Хотел спросить. Как дела? Я за хлебом. Попросить у тебя хлеба. Бавочку. Да. А ты где там стоишь, кстати? Ах ты. Такой, а ты где стоишь и подходит? Кхм. Стоял там. Эти не вижу. Ты где? А, блин. А теперь видишь? Так, лучше сюда не заходить. Это да. Давай сейчас скалаши возьмем. Ой, не скалаши эти. Дробаши, вот. Бери, что хочешь. Лишь бы ты слился. Ого. Оу. Только выше, и прям есть попадание. А у меня этот радар был включен. Я по точке не шел. Ясно, 4 лютые. Все, автомат. Стрельнул на опережение. Он еще не появился, а я уже туда стрельнул. А я думал, кто меня убил. Как ты вообще думал? А где ты стреляешь? Ооо, через попали. Довольно-таки напряженная ситуация. Давайте, Мабум, не сдавайся. Редкэт тоже. Да, я как-то... Это только начало, в принципе. Он сейчас разыграется, меня вынесет спокойно. Я думаю, фуф. Фуф. Вот это было. Это было так себе. Ну да, я согласен, что начало всегда... Я довольно-таки видел. А мы мерзли, да, немножко? Тимабум? Расскажи секрет один. Ууу, он поставил эту. Аа, Терельку. Ясно, ясно. Ну все. На Тимабум тоже стоит опасаться. Он всегда так в начале. Сначала вечно проигрывает. Да, он убегается, что типа... Та я, та я вообще... Неа. Да я реально не имею в двигателе. Фух. Опять радарщик тащит. Мне бы на радар на капец сейчас. Я надеюсь, ты не сможешь. А там через сколько радар обычно? А там что-то 3 или 4 кива, не помню. А, так мало? Тогда тут это довольно-таки это... Неожиданно. Так. Снова где-то спрятался, да? Да! Именно так и было все. Хорошо, что ты мне попал. Я что-то сфейлил. Где ты? Я нервничаю. Я тоже. Фух. Слушай, игра такая напряженная как-то. Вот вроде как-то легко. Со стороны, наверное, да? Но когда у тебя доли секунды, чтобы стрельнуть... Ух ты! А вот это вообще лаки шот был. Я чисто проверить решил. Я даже не по радару стрелял. Прикольно. Прикольно так сливаемся. А-ха-ха! Форточки! Опасность! Ой, тебе как-то там палит, но... Оно и палит, и помогает. Этот... Дрон! Дрончик, попадай, дрончик, пожалуйста. Не умирай. Молодец. Ты дрон. Ну все, с дроном ты бессмертен. Да, конечно. Тебе... Если ты меня убиваешь, он же тоже умирает, поэтому... Ммм... С... Почему мне кажется, что эти пролетают? Ну, не застрял, а нет, не застрял. Дрон довольно-таки полезен в этой ситуации, но не всегда, если, конечно, с помощью них можно взять локацию. Ну, да, видишь, если именно на него надеяться, только... Фух, страшненько. Мне ожидает. Вот турельки! Вот турельки, шшшшшш... Какая хорошая. Это да, я не знаю. Ну и, конечно, сканер. Без него тоже не как. Ну да, смотри сейчас. Опа! Фух. Надо было... Надо было постоять. Так, ты там где-то турельку поставил, я слышал. Надеюсь, ты скоро увидишь, где я. Хорош. Так. Так, старт, тут тоже на слух все надо тоже определяться, потому что серьезно слух очень тут помогает, особенно если ты делаешь на максимальный звук. А я хозяин, я не умею играть, вы грубаешь. Да, если я... Это нормально все будет. Я надеюсь, я выиграю. Ну да. Не бойся. Вот, ты нашел мою турельку! А! Вот, это неожиданно было. Ты меня убил, а турелька отомстила. Отлично. Мне бы еще ее убить. На канал мой подпишись, лайк поставь, мельминь, скупися. Дима, тебе тоже надо свои турельки ставить, давай. А, вот я ее и нашел. И она тебя нашла, да? О, 75, я проигрываю. Да нет, ты ведешь. Да, вот. Уф. Иду прям. Я вижу твои выстрелы. Мне страшно туда идти, если честно. Осталось менее 5 секунд до половины игры. Тимабум, активируй свою способность победы после половины. Ага. Вот, я же говорю, половина прошла и все, тимбом собрался. Да, у меня сейчас уже радарчик работает. Ты что, казенное имущество-то поломал? Так, собирайтесь, собирайтесь, господа. Уф, я же говорю, я говорил, что он поступает. Я думал, кто меня убил, а у тебя уже тоже там часовой есть. Я такой думал, ничего себе, тебя нет, а прилетело от тебя. Да. А что ты делаешь, кстати? Так, я. А! Ты был быстрее. Угадал. Ага. Привет, привет, пока, пока. Так. Тима уже расстрелялся немножко, я смотрю. Ты где? Твоего часового убила. У вас там какой счет-то хоть? 18-9. Уф. Три минуты осталось. Три напряженные минуты. Я не знаю, где он. Может, ты не будешь скрываться где-то? Он где-то... Где-то смылся куда-то. Расскажи, где ты. Я на самом видном месте, а вот где ты. А вот ты. Ай, вот, вот. Боже мой. Надо отойти оттуда. Я думаю, меня тяжело было не заметить. А сейчас ты не там стоишь, что тяжело? Фух. Да, 15 минут мало. Ну, у нас было 13 минут. Ну, к сожалению, уже... Так сказать, уже ютубера поделиться с игрой, так что-то ничего уже не поменяешь, к сожалению. Что ж, ну вы так друг друга перебили. Сейчас опять уже... Как бы ты знаешь, нерва все равно это сожгло. Ну, изначально я вообще думал, что у вас будет такая... Более такая вообще сложная битва. В плане того, что... Так как я и говорил, что... Тима Бум всегда где-то под середины, под конец. Ты не умеешь играть в эту игру. Я же... Опытно было. Не знаю, ты в подготовке меня вообще мочил сейчас. Ну. Когда ты стоял рядом с ним. У меня просто очень сильно в чем-то начало лагать в этой игре, я не знаю. Давай ты можешь, соберись! А, гад... Девматическую их, я не знаю. Тут, конечно, все решают тоже киллы. Ну, за счет сканеров и остального. Ну, да. Конечно. Сложнее. Видос будет длиться, получается, если обрезать. Нормально. Я к тебе в гости пришел, а ты меня убил. Нормально? Я вообще не дружелюбный. Вот, дрон пошел. А, эй! Секундочку. Секундочку. Мне отключайте музычку. А, ты уже с дрончиком? Нарядный такой, да? Он будет стрелять или нет? Он тупой. Он меня, по-моему, не видит. А, дрон вроде на ближней дистанции атакует. Или средний. Уф! Чиво. Каво. Парам, парам. И неожиданная встреча снова. Ого, господи. Минута 0,8. Пипец. Выйдешь? Выйду, скажу. О, я вылетела. У меня, может, и не вылетела, но очень что-то странное сыграет. Довольно-таки интересный фактор, так я скажу тебе. В Дискорде писали, что ты особо мастер проходить там всякие ивенты, еще играть по типу биги. Да, а шутеры как раз вообще не мастер. А шутеры как раз ты вообще не мастер. Все сказали, что если ты хотя бы разочек попадешь в любой шутер, тебя, конечно, порвут. Но пока что я не знаю. Правильно сказали. Вот здесь вот просто, я же говорю, эта игра немножко тут физика другая. Я думаю, что в обычном шутере, да. Типа арсенала. У меня там вообще... Не знаю, не знаю. Подожди, я же даже не вышел. А я с другой стороны. Иска игра. Там же не стена была, она с двух сторон как бы просматривается. В арсенале, допустим, там тоже есть рожек, который с первого раза мочит. Ну, это реакция как бы еще. Господа, давайте второй раунд. Господа, давай. Один. Ноль, господа. Итак, как он отчет? Тянь, секунду. Ну что ж. А, вижу, двадцать, семь, двенадцать. И еще раз. Жестко. Если хочешь, мы можем уже не на РБ баттл, а просто так по фану посмотреть. Ну, если хотите просто по фану, можете так чисто нам съемочку набрать. Ну что ж, ребята, я принял вызов. Более того, против меня играли сразу двое. Firestream Gun и Тима. Что из этого будет, что из этого получится, смотрите в конце видео. Сразу хочу сказать, что когда у меня снайперка, и если это длинная дистанция, то играю я намного лучше. Потому что когда ты играешь с автоматом на коротких дистанциях, там очень важна реакция. Когда кто-то вылетает, выбегает. И мне там часто довольно-таки тяжело. Когда же игра идет на точность, здесь более-менее у меня проблем с этим не возникает. Ну а теперь, ребята, непосредственно про RU RB Battle. Вы сейчас видите внизу экрана полная цитата от Firestream Gun, который в начале года написал о том, что, к сожалению, в этом году он не будет завершать этот турнир. Из-за того, что есть какие-то проблемы со здоровьем, с образованием, с контентом и так далее и тому подобное. В общем, также я думаю, что тут еще и финансовая составляющая. Потому что нужно было платить за монтаж разработчикам игр и так далее и тому подобное. Потому что Firegun действительно очень круто сделал. Была студия, они готовили плей, с которым был бы финал. Ну, должно было бы получиться неплохо. Увы, в этом году турниру так и не сожидено завершиться. Итак, ребята, буквально 9 секунд остается до конца матча реванша, так скажем, на другой карте. И сейчас я вам покажу турнирный счет. После чего мы отправимся в студию, где я буду принимать поздравления. 58 на 14 и 13. Фактически 58 на 27 был финальный счет. И победителем первого полуфинала Рурб Баттлс является Ред Кэт. Поздравляю вас. Ура, спасибо. Я так рад. Как же можно? Ну, короче, не бойтесь, я выграю все равно. Я вернусь. Конечно, я вернусь. Да, потому что Тима Бом. Я соболезную, что ты все-таки не выиграл. Ну, типа, я думаю, что у тебя так же, типа, как где-то ближе к середине или к финалу проснутся твои суперспособности. Кстати, в середине они проснулись. Да, кстати, там чуть-чуть были способности, которые проснулись. Но их не хватило, чтобы Реда победить, слава богу. Да. А, вот, так что шанс у тебя еще нет, потому что не бойтесь подписчики мои и Ред Кэта. Мы с Ред Кэтом еще поиграем. Ну, давайте, мы тебя ждем в финале, так что у тебя будет хороший шанс проявить себя на максимум и встретимся в финале, поиграем еще, надеюсь. Да. Финал. Ред Кэт, а какие у тебя вообще ощущения? Ты переходишь уже в финал. Да, это очень круто, потому что я первый, кто вообще попал в финал, потому что мой полуфинал открывал. И, соответственно, я очень счастлив из-за того, что я смог победить в шутере, в котором, в принципе, я плохо играю. И многие мои подписчики знают, что если я в арсенал играл или еще что-то, то это изи фраг, который можно спокойно поймать. Но я немножко потренировался, поиграл, поэтому вы видите результат. Так что, ребята, если вы хотите победить, вы сможете. Все в ваших руках. Всем спасибо за просмотр данного эпизода и увидимся в следующих эпизодах. Да, ребята, до встречи в финале. Всех жду. Всем пока. До свидания. Жаль, что в финал так и не суждено сбыться, но в любом случае спасибо всем участникам, а также Файеру Стримгану за проведенный турнир. Учитывая, что я единственный, кто пробился в финал, я так понимаю, что я и победитель этого турнира. Но это все шутки, ребят. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok